Вопрос. Какие ошибки совершают некоторые паломники во время прощального обхода Тавафу-ль-Вада? Ответ. Хвала Аллаху. Шейх Мухаммад ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, «В обоих достоверных сборниках хадисов передается от Ибн Аббаса, да будет довольна Аллах им и его отцом, что он сказал, «Людям было велено, чтобы их последним обрядом перед отъездом из Мекки стал обход вокруг Каабы, и только женщины во время менструации могли не делать этого». А посему Таваф должен быть последним обрядом паломничества, который совершает паломник. Люди, исполняя прощальный обход, совершают некоторые ошибки. Во-первых, некоторые люди не совершают прощальный обход в качестве последнего обряда паломничества, а прибывают в Мекку, совершают прощальный обход, хотя, возможно, они еще не бросили камешки в джамараты. И поэтому они едут потом в мину, бросают камешки и только потом отбывают. Это ошибка. В подобном случае прощальный обход верным не будет, так как в этом случае обход не является последним обрядом паломничества, но последним обрядом является бросание камешков в демораты. Во-вторых, некоторые люди совершают прощальный обход, а после остаются некоторое время в Мекке. Их пребывание в Мекке отменяет прощальный обход, и его они должны совершить еще раз перед отъездом. Да, если человек остается в Мекке после прощального обхода для того, чтобы купить некоторые необходимые ему вещи, чтобы перенести свой багаж или для подобных вопросов, то здесь нет проблем. В-третьих, некоторые люди, совершив прощальный обход и желая выйти из мечети, выходят лицом к Каабе, то есть пятятся. Они говорят, что избегают поворачиваться спиной Каабе. Но это является нововведением, которое не совершал ни посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники. И это при том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, более нас возвеличивал Всевышнего Аллаха и почитал его дом, Каабу. Если бы выход подобным образом был знаком возвеличивания Аллаха и его дома, то пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил бы его первым. Таким образом, в соответствии с сунной, когда человек заканчивает прощальный обход, он выходит лицом вперед, даже если в этом случае Кааба будет позади него. В-четвертых, некоторые люди после завершения прощального обхода направляются к дверям мечети после выхода. Но, дойдя до мечети, поворачиваются в сторону Каабы, словно прощаясь с ней, и обращаются к Аллаху с мольбами, говорят слова прощания и прочее. Эти действия также являются нововведением, так как посланник, салаллаху алейхи вассалям, не совершал подобного. И если бы в этом деле было благо, то первым бы его совершил именно он, салаллаху алейхи вассалям. Ибн Усаймин, да помилует его Аллах.